Сведение в тональность, гармоничное сведение, колесо камелота. Если вы диджей, вы наверняка слышали все эти определения. Про что это, как это делается и вообще нужно ли это? Давайте разбираться. Меня зовут Диджей Мосс, вы на канале Аперкатс. Погнали! На протяжении своей 20-летней диджейской карьеры я особенно не задумывался, как я свожу. В тональность или не в тональность. Я просто старался сделать круто и отслеживал реакцию. Если это действительно каким-то образом производило впечатление на танцполе, я это оставлял. Если это звучало не очень, то я это из своей диджейской рутины убирал. По-настоящему сведением в тональность я заинтересовался, ну, наверное, пару лет назад и начал этот вопрос изучать, практиковать, сравнивать, смотреть на реакцию. И своим собственным опытом и своими собственными наблюдениями сегодня с вами буду делиться. Первое, о чем мы сегодня с вами поговорим, это что же такое сводить в тональность и зачем это нужно. Считается, что если сводить в тональность, то микс будет звучать красиво и музыкально. Для того, чтобы сводить в тональность, сейчас совсем не обязательно знать музыкальную теорию. Если вы обладаете идеальным музыкальным слухом, то вы, наверное, справитесь и сами. Но обо всех остальных, о таких диджеях, как я, например, без идеального музыкального слуха, уже позаботились диджейские компании. В Rekordbox, Serato, Engine и в Tractor уже давно появились обозначения музыкальных тональностей. В Serato, Rekordbox и Engine стандартные обозначения, у Tractor свои обозначения музыкальных тональностей. Сейчас я покажу и расскажу, где они находятся и как их включать. Итак, в Serato заходим в настройки, выбираем вкладку библиотека плюс дисплей, выбираем Camelot, выходим, нажимаем на флажочек справа и выбираем Key. В Tractor и тональности по дефолту показываются в графе Key. Обратите внимание, что тональности в Tractor обозначаются немножко иначе, нежели в Rekordbox и Serato. В Rekordbox тоже заходим в настройки, выбираем вкладку Анализ. Во вкладке Анализ мы ставим галочку, где написано Key. Также ставим галочку Alpha Numeric. И теперь наши треки проанализированы в графе Key, там, где у нас трек-лист. Окей, мы разобрались, где у нас в наших гиджейских программах обозначаются тональности. Нам совсем, еще раз повторю, не обязательно понимать, например, какая где тональность. До мажор это, или это там ля минор, например. Основной принцип, который мы должны разобрать, это как сводить по тональностям. И для того, чтобы сводить по тональностям, нам на помощь приходит колесо Камелота. Вы наверняка слышали такое понятие, колесо Камелот. Выглядит оно вот таким вот образом. На первый взгляд, все очень сложно, но сводить по колесу Камелота на самом деле довольно просто. Давайте разбираться, как это делать. Первый способ сведения треков в тональность, это просто сводить треки одной тональности. То есть, допустим, если у вас трек обозначается 8А, то если вы будете сводить его с другим треком 8А, они сведутся, скорее всего, идеально в плане звучания. Второй способ, как вы можете сводить треки по колесу Камелота, это так называемый как бы Т-способ. То есть, если мы играем трек 8А, то мы его можем сводить с треком 8Б, мы его можем сводить с треком 9А, и мы его можем сводить с треком 7А. В таком случае наши сведения тоже будут звучать гармонично и музыкально. Гармонично и музыкально будут звучать наши сведения, если мы будем прыгать на три цифры и менять букву. Допустим, у нас трек 8А, мы прыгаем на три цифры вперед, у нас получается 11, и меняем букву 11Б. То есть, если мы сводим 8А с треком, который 11Б, это сведение тоже будет звучать гармонично и музыкально. А что делать, если вдруг вам очень хочется свести два трека, но ни под одно из вышеописанных правил эти треки не подходят? Есть несколько выходов. Первый выход — это поменять тональность у трека. Диджейские программы современные также позволяют менять тональность трека, но я лично настоятельно рекомендую не менять тональность трека больше, чем на полтона. На полтона вниз или на полтона вверх. Если вы поменяете трек на тон или больше, то звучание трека уже кардинальным образом изменится, уже даже барабаны в этом треке будут звучать совсем не так, и скорее всего будет какой-то кринж, вместо того, чтобы получилось классно. Еще один способ свести два трека с неподходящими друг другу гармонически тональностями — это просто свести два трека через эффект. То есть даже если, например, вы играете хаус-музыку, у вас 126-127 BPM оба трека, совсем не обязательно было бы уводить один трек на эхо и запускать следующий, но эти треки абсолютно разных тональностей, и лучше будет, чтобы эти тональности никак не перекликались, не перемешивались между собой. Для этого просто уведите играющий трек через эффект, например, через реверб или эхо, и запустите в правильном месте следующий трек. Таким образом, танцпол, скорее всего, негативно не отреагирует на то, что вы сделали, нежели если вы сведете два трека с разными тональностями, и все будет очень как-то звучать невкусно и криво. Также для сведения с использованием колеса камелота важно знать, если вы двигаетесь по часовой стрелке, по колесу камелота, тогда энергия в вашем миксе, она возрастает, то есть постоянно-постоянно нагнетается, и энергия растет. Если вы двигаетесь в обратном направлении, то энергия, наоборот, спадает. Я бы рекомендовал выстраивать свои миксы по нарастающей, соответственно, двигаться по часовой стрелке на колесе камелота. Вы спросите, а что делать, когда мы упремся там вот в единичку, в цифру один? В таком случае происходит, ну, как бы перезагрузка микса. Это очень похоже на то, когда вы, допустим, идете вверх по BPM, то есть вы сводите, например, сначала было 100, потом вы уходите в 105, 115, 120, 130, 140, 145, и в какой-то момент вам нужно перескочить на 70 или на 75. То есть энергия все время нарастала, нарастала, потом вы произвели какую-то перезагрузку вашего микса, энергии вашего микса, и зазвучал трек, который в два раза медленнее, чем предыдущий. То же самое с энергией трека, используя колесо камелот. Вы можете двигаться по нарастающей, двигаться по часовой стрелке, все время двигаться, 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 и в какой-то момент энергия вашего микса просто перезагрузится. Теперь давайте поговорим, надо ли сводить так всегда. Отвечая на этот вопрос, лично я посоветовал бы вот что. Во-первых, используйте гармоничное сведение как фишку, а не как правило. Сводите гармонично где-то. Не обязательно все треки, а обязательно сводить по колесу камелота, чтобы все тональности попадали в другие тональности, все было идеально в плане гармонического сведения. Если вы сведете два трека по колесу камелота, вы услышите, что сведение получается мягким, музыкальным. Это классно, но совсем не обязательно все треки сводить таким образом. Например, если вы сводите два трека, и в одном из этих треков у вас довольно-таки сухой интро-бит, в котором нет ни баса, ни мелодии, ни голоса, то, скорее всего, эти два трека тоже идеально сведутся. Ну, представьте себе, вот начинает играть припев одного трека, вы запускаете в него сухой интро-бит второго трека, и в тот момент, когда припев заканчивается, появляются слова другого трека. То есть музыкально эти треки никаким образом друг с другом не конкурируют. Закончилась музыкальная часть одного трека, началась музыкальная часть другого трека. Скорее всего, такое сведение тоже будет звучать музыкально и круто, и здесь не обязательно прибегать к колесу камелота. А если хочешь стать лучшей диджейской версией себя, тогда качай чек-лист успешного диджея. Он классный и бесплатный. По ссылке в описании. Как лично я использую колесо камелота? Вы можете заметить, что когда один трек заканчивается, а другой появляется, то энергия в вашем миксе как будто бы проседает. Такое происходит, потому что вы именно не музыкально свели эти треки. То есть, допустим, вы свели, там, не знаю, 8А с 3Б. Если вы посмотрите на эти значения на колесе камелота, то 3Б находится от 8А в нескольких делениях против часовой стрелки. То есть, у этих треков просто очень разная музыкальная энергия в сторону убыли. Поэтому просто следить, чтобы энергия микса при сведении треков не проседала. Иногда мне хочется просто красиво поиграть без каких-либо наворотов, без каких-либо фишек. Тогда я, наверное, переключаю свой фокус с техничного какого-то сведения на музыкальное. То есть, я просто стараюсь подбирать треки из каких-то параллельных или родственных тональностей или сводить треки одной тональности и просто наслаждаться тем, как музыкально звучат мои сведения. Но в большинстве случаев, наверное, в 60 или в 70% своих сетов я на это не обращаю внимания. Я больше стараюсь уделять внимание каким-то фишкам, использованию роллов, там, не знаю, всяких спинбэков и прочих таких штучек, которые делают мой микс разнообразным. Подведем итог. Сведение в тональность действительно звучит музыкально и гармонично. Но, помимо сведения в тональность, существует еще масса разных других классных эффектов и фишек. О том, какие бывают эффекты и фишки, мы как раз рассказываем на нашем канале. Поэтому подписывайтесь. А с вами был DJ Moss. Вы были на канале Аперкатс. Увидимся.